МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы по размерам даже в чем-то сопоставим с нашей Тверью, областным центром. Тем более Новгород, Смоленск, еще более меньшие с точки зрения размеров города. Берем даже наши новые территории, Донецкая область, Луганская, Народная республика, как сейчас говорят. Тоже, если вы, телезрители, надеюсь, следите за новостями, очень урбанизированные регионы. Там, вы знаете, правда, на самом деле едешь, там один город буквально в другой переходит. Либо как минимум поселок, но тоже крупный, очень, опять-таки, урбанизированная местность. Все эти города Краматор, Славянск и так далее. А у нас вот не так. У нас после Твери, и Тверь, собственно говоря, не миллионик, а вторые подчисленности города, ну, Ржев тот же самый. Он даже на пике. На исходе советской власти там было около 70 тысяч, сейчас, по-моему, там около 50. То есть все остальные города у нас сильно упали. И, в общем, попросту говоря, наша область, которая, как мы говорим, крупнейшая область СФО, размером с Австрией, с две Голландии. А по факту это сплошные малые города, по факту. Ну, только Тверь исключения. Как развиваться малым городам? Как им провести реновацию? Она нужна, ну, не как это в Москве имеется в виду, когда снесем и построим многоэтажки. Нет. Малые города у нас исторические. Какую перспективу вообще? Потому что, к сожалению, Норос высказывают такие пессимистичные мнения, что малым городам у нас конец, ничто их не исправит, население будет уезжать, города деградируют и так далее. Но все-таки это, как я уже сказал, исторические города. Торопятся тоже один, чего стоят, да и другие тоже. Поэтому нам нельзя их, что называется, как помните, советская времена была неперспективная деревня. Мы ее снесем. Нельзя поступать с нашими городами. Берск, Кашин и так далее. Это наша история, история нашей Руси, тысячелетнее государство. Что можно сделать? Хочу представить нашей ГАСИ-студии. Они как раз про это нам все и расскажут. Начнем с прекрасной дамы. Это Марина Цуркан, доктор экономических наук, председатель комиссии по экономике и предпринимательству общественной палаты Тверской области. Марина, привет. Здравствуйте. И Илья Смирнов, кандидат географических наук, доцент кафедры социально-экономической географии и территориального планирования нашего Тверского госуниверситета. Илья, приветствую. Добрый день. А вы, дорогие телезрители, звоните по телефону 300-190. Вы, может быть, бываете, любите ездить, отдыхать в малых городах, живете там. И, конечно, вам интересно, а есть ли какие-то у вашего маленького города перспективы? Или действительно стоит покупать чемоданы в Тверь, а может, в Москву, а может, еще куда-то. Поэтому 300-190. Ну что, скажите, уважаемые гости, можно ли вот в нашем регионе разделить малые города на исторические? Ну, я уже говорил, Торопец, Бежецк, к примеру, Кашин, Калязин и так далее. И, условно говоря, современные. Потому что, к примеру, вот Удомля ведь тоже, на самом деле, не советской постройки город, но у всех он ассоциируется с современным городом. Мало ведь, на самом деле, кто знает, что там есть старая одноэтажная часть. У всех Удомля – это город высоток. Их еще, когда, я помню, в нашем городе не было высот в начале нулевых, а там уже 16-этажные дома стояли. Проезжаешь, как будто в Химке. Из Зеленограда. Поэтому, ну, есть, тем более, действительно, города, в которых, ну, называющиеся именами, ну, это не Лидова. Ну, уж точно, Ярослава Мудрого не помнит, и даже Наполеона. В принципе, советский, по сути, современный город. Поэтому, вот можно ли такое деление проводить? Да, ну, совершенно верно. Вообще, вот такая, скажем так, классификация, типология городов по их генузису, по времени, образованию, функциям – это такой, наверное, классический сюжет географической науки. И, действительно, чаще всего мы делим города на города, которые обладают неким историко-культурным потенциалом, древние города, и города, ну, так можно сказать, советского периода, индустриальные города, которые выросли вокруг либо каких-то промышленных предприятий, либо узел железных дорог, как вот Балагое, да, у нас очень крупный узел железных дорог. Так что, да, такая классификация есть, и подходы, соответственно, к их будущему должны быть дифференцированы. А Балагое – это не исторический город? – Ну, Балагое, вообще, как село, конечно, имеет давнюю историю, да, там, начиная с 16-го века. – А, все-таки. – Да, но свой статус именно городу получил в начале 20-го. – А вот я уже упомянул советскую власть, то есть у нас, получается, есть, ну, четкое понятие до 17-го года исторически, а после 17-го нет или как? Где эта граница? – Ну, мне кажется, нет, такой совсем уж, мне кажется, границы четкой нету, там, по 17-му году или не по 17-му году, тоже советская власть, когда пришла, не сразу в 17-м году города стали появляться, да, был период индустриализации, там, начало 30-х, когда начали городам, ну, населенным пунктам присвоить статусы городов. Поэтому, наверное, проще делить по векам, да, ну, то есть там 16-й век, 18-й век. – Ну, хорошо, до начала 20-го века исторический город? – Тоже хороший вопрос, повод для дискуссии, потому что, ну, вот, города, которые были образованы при Екатерине II, например, Вышневолочок, Калязин, исторические города, ну, мне кажется, весьма исторические, в них исторические ценности больше, чем в Торопце или меньше? – Сморный вопрос, разные эпохи, разные ценности. Да, и разное наследовалось. Вообще, кстати, это не единственный подход к делению малых городов. Еще их делят на города-спутники, да, которые у нас рядом с областным центром. – А у нас такое есть в Твери, это в Турской губернии? – Ну, которые граничат именно с городом Тверь, да, это вот они, что у нас? – У нас деревнях городом. – У нас понятно, что у нас такая особенность, что у нас Калийский муниципальный округ вокруг. – Где тоже городов нету. – Да, нет, нет, а дальше все равно, как спутники, они будут, наверное, Ржев все-таки можно считать. Но тут Илья больше профессионал. – А мне интересно, что скажут ржеветяне тоже древний город, что это мы спутники Твери-то? – Ну, это, как правило, те, которые ближе. – У нас герб там еще дарованный, что называется, по магдебургскому праву и так далее. – Это, кстати, классификация, которая в советский период. И потом города, которые возникли вокруг предприятий, моногорода и города вот как раз советского наследия, так называемых. Такой тоже есть подход. А вот, кстати, коллеги, а что такое малые города? Вот как вы понимаете? Это очень интересный вопрос. – Нет, на самом деле… – Вот мы стали сейчас говорить о них. – А я еще в советское время в науке и жизни читал статью на эту тему, урбанизации и прочее. Там как раз была четкая критерия, что малые города, средние, крупные, крупнейшие мегаполисы. И наш Калинин тогда еще, ну, я знал, что он не мегаполис, он как раз по той классификации считался крупным городом. Да, по-моему, потому что до 500 тысяч вроде бы. – Все верно. – Ярославль крупнейший, соответственно, да, а кто больше миллиона, это мегаполис. Так что про мало врать не буду, уже не помню, было 40 лет назад, наверное, но там тоже цифры, то есть должны быть конкретные. – Конечно, конечно. Мы просто сейчас стали с вами говорить про Ржев, да, это не совсем будет вера, потому что Ржев-то не отнести к малым городам даже по тому делению, которое раньше было. Изначально, Илья, вы мне поправьте, это города меньше 50 тысяч жителей, и где больше 85% жителей занимаются не сельским хозяйством, а занятые либо в торговле, либо в коммерческой какой-то другой деятельности в сфере услуг, в производстве. Поэтому признаку, в принципе, сейчас… – А что бывает в городе, где половина жителей в колхозе работают? – Ну, это для… – Бывают населенные пункты, и тогда они не город. Ну, типа станица в Краснодарском районе. – Да, это не для Тверской области. – Ну, поселок там… – Да, но это не город, станица. – ПГТ. – Это как сельская территория. Вообще, сейчас очень интересный момент. Если мы посмотрим с позиции правового регулирования, то в настоящий момент юридически такое понятие, как малые города, уходит в прошлое. Потому что мы сейчас к чему приходим? Раньше у нас были городские поселения, сельские поселения. Вот эти городские поселения мы понимали как раз как малые города. В большинстве своем у нас 21, да, малый город Тверской области, всего 23. Мы ржев не берем, ну и, соответственно, на Тверь. А сейчас-то мы уходим от двухуровневой системы. У нас городские округа и муниципальные округа. То есть малые города теперь не являются самостоятельными административно-территориальными единицами. Они входят либо в городской округ, либо в муниципальный округ. То есть объединение районов и вот этих городских сельских поселений. И если вот мы посмотрим сейчас, вообще у нас 10 лет назад было 400 муниципальных образований, потом 200, а сейчас чуть больше 40, по-моему, 42 где-то муниципальных образований. То у нас юридически остался один пока малый город, это Торжок, который пока не объединился с Торжоковским районом. Кстати, почему? Ну, это внутренние процессы, в том числе и какие-то политические, разные взгляды представительных органов на дальнейшее развитие территорий. Но как экономист скажу, когда вот задаются вопросы, зачем вот это объединение? Мы тоже отметаем, например, власти, политические моменты с позиции экономики. Это повышает инвестиционную привлекательность или нет? Вот с позиции экономической повышения инвестиционной привлекательности это плюс. Да, бывает такое, что какой-то создается объект, часть району, часть городскому поселению принадлежит имуществу, земли той же. А здесь как бы не нужно взаимодействовать с администрациями разных муниципальных образований. Ну и вообще, зачем это делается объединение для выравнивания бюджетов? Марина, ну а не получается просто, что... Ну я для тебя, как обыватель, конечно, я не экономист, я просто думал, что это возвращение на круги своя, как было при советской власти и в первые годы. Возможно. Ну был район, и все, это нормально. Зачем все это деление было, мне не очень понятно. Зато мне очень понятно, что мне сигнализирует коллега. У нас реклама, три минуты не переключаясь, будем сегодня говорить о малых городах, собственно, уже разговариваю. Снова в прямом эфире программа «Тема дня», говорим сегодня о малых городах. Илья, скажи, а вот ты можешь выделить, какие у нас все-таки из малых городов самые важные, исторические имеется в виду, вот которые ты действительно считаешь это наше созвездие, главная наша такая когорта, чем мы больше всего гордимся. Понятно, что много старинных городов, как я сказал. Как предмет гордости. Да, вот это наш вот... Ну, конечно, в этом году мы по-разному 950 лет. Тверин сразу... Да, да, не малый город. Не малый, да. 950 лет Торопцу, это как бы по официальным данным самый древний город Тверской области. Естественно, наверное, это значимое событие в этом году, и мы знаем, что Торопец очень сильно преобразился к этой дате, и всех приглашаю в Торопец, кто не был, обязательно посетите, вы почувствуете разницу. Мне кажется, к юбилею город приготовился довольно Хорошо. Ну, естественно, Торжок, Старица, наверное, вот из таких древних, вот здесь, поближе к Твери, Бежицкого... Я не понимаю, поближе-то, в целом зачем убежать нашу регион? Торопец, кстати, далеко, на самом деле. Да, Торопец очень далеко. Бежицк, вот на северо-востоке, самый древний город у нас, и, конечно, тоже с точки зрения историко-культурного наследия, и вообще Бежицк классная история, потому что, может быть, там не осталось сегодня каких-то, ну, таких зданий древних, или вот этого духа сильной древности. У них это, по-моему, колокольня, которая до XVIII века, по-моему, еще древнерусский стиль, как будто она считается... Один, да, такой артефакт исторический, но Бежицк стал родиной огромного количества известных людей, которые Бежицкая земля подарила России. Гумилёв Лев, Ахматова и Николай Гумилёв, Шишков, Андреев, в общем, там, если художники, ряд художников, там, если вот так изучать биографию людей, то Бежицк получается у нас такая, ну, просто огромное созвездие великих людей, которые для России, для всей страны важные цены. Колязин, конечно, Кашин, конечно, два таких города, которые малые, находятся между собой довольно близко, и у нас такая вот была идея, гипотеза, что они вместе образуют малогородскую агломерацию. То есть мы привыкли, что агломерации, они большие. То есть большой город и какие-то спутники. А вот интересно, два малых. Да, так и есть, действительно. Да, и они, конечно, находясь в 20 километрах друг от друга, какие-то функции друг у друга используют. Колязинцы едут в Кашин, Кашинцы едут в Колязин зачем-то. Так что вот, наверное, ключевые эти. А можно сказать, что Тверская область вообще в этом плане в количестве исторических городов, многие из которых еще во времена, ну, грубо говоря, плюс-минус монгольское нашествие возникло, что мы стоим особняком в центре России. Или это нам Тверским кажется, на самом деле, условно говоря, и Смоленщина тоже может похвачиться, Новгородчина, условно говоря, там, ну, Подмосковье и так далее, Нижегородчина. Или все-таки действительно нам повезло с таким количеством? О чем мы точно можем говорить, что в Тверской области самое большое количество малых городов в центральной России. А вот так вот. Насчет историчности, ну, такой исторической части, ну, тут я, честно, к сходу не скажу, у нас точно есть Владимирская область, где много, да, с древних городов, да, Новгородская область, но по количеству точно мы номер один. Ну, хорошо. Я тоже по роду профессии часто бываю в малых городах. Вот, предстоит скоро, торопится как раз поехать и так далее. Но, к сожалению, они находятся далеко не в том виде, в каком могли бы. Потому что, ну, вот торжок, вот, новаторы могут обидеть на меня или нет. Ну, пока, к сожалению, в городе, ну, не то, что нечего смотреть не так, наверное, надо сказать, ну, без слез, скажем так, не глянешь. Потому что, ну, целые кварталы находятся в руинах, как будто немцы или монголы только вчера ушли. Вот. Другие дома находятся в ужасном состоянии. Да, делают монастырь, реставрируются, еще что-то. Но, в целом, там еще работали, мягко говоря, конь. Не валялся, а то и более. То есть, я согласен, что город очень красив, потенциальный, живописный ландшафт, очень необычный и так далее. Но и другие города, собственно говоря, то есть, на мой взгляд, их достоинство, то, что он там со времен Батыя, Дмитрия Донского и Михаила Тверского, а они превращаются в недостаток, если так можно сказать, потому что огромное количество старинных домов, а восстанавливать их или поддерживать состояние дорого. Неважно, это каменная церковь или это даже исторически деревянный дом 19 века. Но это общеизвестная тема, что кто там живет. Это когда-то там купец жил до 17 года, у которого были деньги построить, потом содержать. Купца выгнали, а то и к стенке поставили, поселили пролетариат, а у пролетариев денег нет содержать. Представительская власть худо-бедно как-то что-то, а последние 30 лет – все. И люди иногда говорят, ты, может, и рад, только там пойдешь к нашим реставраторам, они тебе не один миллион только за документацию выкатят. Всегда в два раза дороже. Да, плюс сами работы. То есть, может быть, люди даже что-то и рады сделать, что-то может быть, ну, наличник даже, допустим. Он, может быть, даже пойдет к современному нашему производству деревообрабатывающему, там на станках точно такое же сделать. Нет, так нельзя. Нужно документация. А это уже у тебя самоуправство и так далее. И то есть, очень попросту говоря, что делать нам с нашими историческими городами, потому что очень дорого их провести в порядок. Даже один торжок один или один колязин. А у нас все. Ну, поверьте, вот я… Да и вы, собственно говоря, ездим по провинции, ну, целый квартал в центре города, в руинах. Выжженные какие-то дома, просто заброшенные участки. Те, которые есть, облупленные стоят и так далее и тому подобное. Церковь в том числе и, конечно же. Что делать-то? А я хочу похвалить торжок. Немножко выступить такой дискуссией. Я хочу похвалить даже больше не про органы власти. Нет, нет, нет. Я хочу сказать про жителей и про предпринимательское сообщество. Очень много привлекает туристов именно предпринимать. Вы посмотрите, как там развита сейчас культура общепита. Даже вот центр «Мой бизнес», с которым Минай конкурируется, там уже не только мы говорим про знаменитые, безусловно, котлеты, которые, например, я с семьей в выходные с удовольствием съезжу, покушаю, прогуляюсь. Ну, там уже даже появились несвойственные для Тверской области пельменные, которые уже начали... Несвойственные, это русская тема. Ну, русская, но все-таки это больше про Сибирь. Ну, неправда. У нас даже в центре он у трехсвязкой был. Ну, не про торжок, наверное. Это даже при союзе нормальная тема. Вот это, правильно ты сказала, замечательная тема, потому что, тоже я неоднократно говорил, я очень хорошо относился к шаверам, например. Вкусная вещь, но у нас столько всей русской кухни, причем и в плане фастфуда самое главное, пирожки и все это прочее. Раньше, говорю, при союзе было пельмены пирожковые, нормальная тема была, сейчас нет. Поэтому очень приятно слышать, что новоторы вот это возрождают. Да, новоторы так они еще восстанавливают небольшие парки исторические. Да, вот у одного из кафе, где смотровая прощадка, там постановлен парк, по-моему, времен Пушкина, если я не ошибаюсь. Ну, могу ошибаться, но он точно по чертежам какие-то добавлены со временами. Потом там развивается ремесленничество как. И мы не говорим про крупное, опять же, всем известное предприятие, а вот мы как раз с Ильей Перестречей, он мне говорит, какая у тебя красивая сумочка. Я говорю, вот это небольшая компания в Торжке, вот такие ремесленнические, самобытные. И люди едут посмотреть, да, и есть где, есть инфраструктура, покушать, кафе на набережной, да, кофейни какие-то, есть ремесленничество. И даже приезжают и руины посмотреть, потому что вот, безусловно, вы посмотрите, при этом у нас внутренний туризм очень развивается. Нет, да, ну, не наши тверские, а... Ну, да, 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 потому что если посмотреть гостиницы, которых там не так много объектов размещения такого достойного уровня, то они все в выходные дни мы не найдем там свободных мест. Это, кстати, характерно не только для Торжка. Нет, то, что внутренний туризм, согласен, сам это вижу каждый день, после работы прогуливаюсь, вижу, что много людей, именно не видно иногородней, ходят на ствери вот с картами там, или с телефонами, ищут что-то, и я вижу, что они не наши. Они ищут где поесть и так далее. Ну, все-таки, Марина, руинами, ну, что получается, руины нашего Торжка или Калязина для москвичей, это как руины Колизея? Ах... Ну, а как? Ну, мне не весело. Я понимаю, может быть, знаете, для них это забавно, конечно, может быть, но для меня Колизей, ладно, хорошо, его не восстановить нельзя. Скажи так, пока туристически это все привлекательно. Руины? С учетом того, но не руины все-таки, да, объекты, они... Ну, в Торжке много руин, к сожалению, огромные. Работа ведет. В самом центре самое главное. Есть, есть. Ну, как так? Признаем это, да. А что признавать, это факт? Ну, Илья, мне кажется, что... Ну, у нас нет отдельной программы, вот, президент объявил Совет Федерации, что запустить отдельную программу, как раз, ремонт объектов культурного наследия. Как? Расскажите суть, вот в чем... Ее еще пока нет, да, она с 25-го года. Ну, мы, наша область была как раз названа как одна из первых, кто будет в ней участвовать. Именно восстановление объектов культурного наследия в рамках проектного подхода в малых городах. Так что мы как раз одни из первых 25-го года почувствуем. А давайте про другие проекты. Я согласен с Мариной, что... Давайте договорим просто. Да. Что, ну, действительно, не хватает программы, потому что без государственной поддержки памятники историко-культурного наследия сохранить невозможно. Это точно. То есть, что государы должны выделить деньги? Федералы? Область? Ну, это самый простой вариант. Да, конечно, так. Но, наверное, надо здания расселять, да, отдавать их бизнесу по какой-то приемлемости. А расселять, это, знаете, это известная проблема. Построить. Да дело даже не в постройке, в том себе штуку. Не хочу, кто-то скажет. Да не то, что не хочу. Не надо. У меня риэлторы говорят, что давно уже, что называется, волком воют. Только узнает многочисленный обитатель, а может даже один старинного домика, что его расселит. Как тут же он пропишет внука, племянника, жучку, кошку, собаку и так далее, мышку и так далее. И говорят, вчера дедушка жил, а сегодня живет целая куча народу. Это мне давно жаловались на эту тему. Плюс, да, не хочу. Закатывают невероятный ценник. У меня дома в центре города, центральной улице и так далее. То есть, это проблема с расселением. Хорошо, инвестор потратился. Допустим, ну тоже, давайте называть вещи своими именами. Одно дело в Москве, там всегда деньги есть, или еще более-менее. В Калязне, что кто-то готов купить условия, сколько-то квартир, я не знаю. Я не сильно уверен. Я не думаю, что та программа, которая планируется запускаться, будет касаться многоквартир на домах. Ну как много квартир? Марина, подожди, ну вот у нас едешь по Бевеле. Эти двухэтажные резные дома, они же так называются, до революции так были, доходные. Там не жил один купец, как у Булгакова Саблина. Понятно, они как сдавались. Это, изначально, доходный дом. Он двухэтажный, да, но там сколько-то квартир. Происоветская власть, тем более. И там живет человек, ну 5-7 доживет, а то ему же десяточек. У каждого комнаты, тем не менее. Вот их себе рассели, купи их, хотя бы 5-7 квартир. Хотя бы. Вот. Ну а потом, соответственно, то, что мы уже говорили, наши замечательные реставраторы выкатят конский прайс за проект. Мне тоже все время было интересно. Разбираюсь, неужели так дорого стоит создать проект? Ну, это же не проект космической ракеты. Ну, обычно он составляет 10% от статистики. А что это дорого? Ну, я говорю, это же не завод, это не двигатель пятого поколения. Но это же проект подразумевает не только, как мы примитивно обыватели, чертежи. Это и подбор материалов, которые позволят воссоздать аутентичность. Ну, что так долго? Так, из чего дом? А, из дуба. Значит, дуб. Или там сосна. Чем сложнее объект, тем дороже проект. Ну, у нас же речь не о коллизии с пантеоном. Ну, одноэтажный часто домик. Все равно мы должны понимать, что 10% должны быть приблизительно от общей стоимости потом ремонтных работ приблизительно столько проекта на документацию. Вообще, реставрация в России и археология, это самые дорогие, наверное, виды работы. Ну, я понимаю, когда сами работают, куда-то ехать, но просто человек сидит у себя в кабинете, чертит. Ну, просто, ну, в итоге у нас вот вся беда, что, как я сказал, люди готовы. Ну, им такой ценник, они, оп, ну, товарищи, извините. Нет, плюс примеры положительные. Все равно есть и бизнес, и люди восстанавливают все. Ну, узких круг и страшно далеке не от народа. Скажите тоже, а почему у нас все-таки, по сути, давно заявлена программа, как там, за 1 рубль? Когда квадратилет она не работает. Почему не работает? У нас не работает. Как вы мне себе объясняете? Да не так, мне кажется, у нас. Это программа в рамках концессионных соглашений, когда на длительный период, порядка 49 лет, предприниматель может взять объект, ну, так группу назовем, в аренду. При этом он его восстанавливает. Как положено. Как положено, да. И все доходы, которые он получает от пользования объектом, идут на погашение вот этой его инвестиции, которую он вложил в проект. А программа очень хорошо зарекомендовала себя в Калининградской области. Там замок за рубль. Есть такая программа и про буквально все они разобранные под кафе, под рестораны. Там очень много примеров. Очень много. Про детские студии, спортивные, танцевальные, музыкальные. Ресторанчики и прочее, прочее. Да, отели. Ну, вот про замок, про рубль в Калининградской области мне надо было побыть один день, чтобы я услышала, вы слышали, вот у нас тут замок за рубль. Не знаю, наверное, такая региональная пока позиция есть. Может быть, не очень удачный опыт с некоторыми объектами. Не, Марина, а может, называю вещи своими именами, одно дело. Замок купил. Замок. Замок. Ну, а тут, называю вещи своими именами, деревянная избушка на улице Бебеля, к примеру. Ну, замок. Ну, возможно. И Калининград, и Германский, и все эти знаменитые особи, которые остались. Ну, сама понимаешь, это Европа все-таки. Согласна. А тут наша... Но, тем не менее, она именно идет как отдельная программа. Не как концессионный закон в рамках 115 ФСЗ. Ну, хорошо, давай не будем к Калининградской. Возьмем какое-нибудь шлое о Владимирской области. Да. Изучали? Там как идет? Как вот в Нечерноземье нашему эта программа идет? Она же по всей стране? Она нет. Программы такой нет. Есть закон, который позволяет. Ну, я понимаю, да. А программы уже должны разрабатывать региональные органы. Разработали. Ну, я говорю, это... Для нас это хороший пример, то, что такое разработка. Ну, почему у нас? Сколько лет она, вроде бы, я про нее давно знаю, но примеров, ну, минимум-миниморум. Вот мы сегодня, Министерство экономического развития, мы встречаемся, как раз и предложим разработать такую программу, совместно с другими профильными. Почему только сейчас надо предлагать? А до этого чем? Ну, вот как... Ну, я думаю, другие моменты еще. Ну, какие моменты? У нас вот даже вот по Советской улице едешь, вот, у нас где мечеть дальше, справа заброшка, дальше, потом заброшки у нас в центре Базаново целого, ну, знаете, как Колимбово. Еще объекты чьей собственности? Да, да, да. Если они в частной собственности, они в такую программу даже, если мы ее создадим, они не могут вовлекаться. Это должны быть объекты именно собственности региональной или муниципальной. Вот это возможно. Рома, а я хотела бы еще на другой момент обратить внимание. Конечно. У нас же уже достаточно давно, с 2018 года реализуется программа «Комфортная городская среда». Реализуется в рамках конкретных проектов. И у нас есть малые города, которые очень такие успешные практики. Вот у меня почему-то, вот я постоянно до эфира говорю, впечатление произвел у меня Вышневолочок, его набережная. Вообще, кстати, интересную такую тенденцию заметила, что в каких городах вот эта комфортная среда развивается лучше. Это общественное пространство, озеленение, там шесть целых показателей есть, и даже индекс, который это оценивает. И сравнила показатели активности жителей в рамках программы поддержки местных инициатив, где жителей определят. Вот в Вышневолочке больше 220 проектов реализовано. И в других вот мало городах, где жители активны, где много таких проектов, там и в рамках вот комфортной городской среды тоже что-то делается. А набережная Вышневолочка интересна тем, что там она сделана в рамках разных проектов. Один в рамках, они выиграли комфортной городской среды, Минстроевского проекта. Один кусочек в рамках программы поддержки местных инициатив. Такая синергия. А в общем-то мы видим просто благоустроенную набережную. Где еще у нас такие проекты-то? Они красивые, самобытные, современные, экологичные. Так и вот именно современная среда. Как мы понимаем, то есть пока, ну нет пока денег, дорого. Пока нет государственной программы, федеральной. Ну откуда федеральные такие деньги? Ну она уже заявлена со следующего года. Напомню, я сказала, что мы в пилоте, с нас начнут. Встретимся, через год обсудим, кстати. Если только на руинах Торжка, на которые любят глазить москвичи. С удовольствием. А мне хочется Торжок все защищать. Я-то за, я говорю, чудесный город, но пока, к сожалению, пока огромное количество домов. Это не только, это осташка. Ну да, это характерная история. Ну правда, руины, поэтому я пока не вижу, честно говоря. Вот я хотел вас спросить, может быть есть в стране прецеденты успешной реанимации именно таких маленьких, исторических, маленьких, не берем миллионеров, городов, тоже такие же домики, то, сё, где бы всё привели в порядок. Я, наверное, вижу, вроде бы, как там Елец хвалят. Ну, Суздаль... Переставь Залезский, вот там это малый город, да? Ну согласен, Суздаль, у него такое, ореолу такого древнерусского, он очень туристический город. Давайте называть вещи с именами, не тот поток Суздаль, к примеру, ну и даже Кашин. Хотя тоже там город русского сердца... Ну всё равно Суздаль... Нет, нет, нет. Здесь нельзя сравнивать. Торжок мог бы стать с Суздалью. Ну, может быть, хоть... Ну, может быть. Я говорю, город потенциально очень красивый. За счёт водных каналов тот же Вышневолочок. Вышневолочок однозначно. Безусловно. Вот ты говоришь, набережная, это их... Это их... Тем более сейчас развивается у нас очень вот это саб-движение, ещё много новых бордов разных. И там могли вообще бы все российские соревнования различные проходить, и вот он мог бы прославиться и на всю Россию. Вполне его... Да, однозначно, несомненно. В этом году на практике мы были в городце, это Нижегородская область. Вот. Тоже малый древний город, но он на Волге, туда причаливают круизы речные. Это, конечно, большой плюс для города всегда. Скорее, тоже на Волге. Да, да. Ну, вот там хороший пример, мне кажется. Там вот в исторической части очень много... Ну, опять, там очень много было региональных денег, федеральных денег, и местные тоже. И предприниматели, и местные жители свои дома привели в порядок. И историческая часть городца очень прилично выглядит. Ну, а местные, то, о чём мы говорим, а ему сразу миллион рублей за проект на документацию? Дружок, пирожок. Ну, значит, там остались те, которые могут это потянуть в центре. Кто ж такие-то волшебные люди. Да, у нас в старинных домах, как правило, живут дети и внуки пролетариев. В городец можно съездить, посмотреть как-то. Ну, может быть, всё-таки Нижегородчино всё-таки тоже... Попогаче. Попогаче. Предприятий больше, городов опять-таки и так далее. То есть, не совсем корректно может сравнить с Владимира, но тоже, мы говорили, вроде похоже. А в то же время, ну, много пропиаренных городов таких вот, которые мы с детства все знаем. По книжкам, по учебникам. В Владимире и самом областном центре, это, конечно, немалый город, но как развивается... Ну, и небольшой, меньше Твери, на порядок. Меньше и по количеству жителей, по территории. Ну, 200, что ли, что-то такое, ну, может, 300. Ну, заблуждаюсь, ну, могу в заблуждение вести, но то, что меньше, это 330. Вот у нас специалист знает. Ну, как там, да, как там в центре развивается, тоже очень интересно. Вот это параллельно к центральной улице, вот эта инфраструктура вот этих пеших прогулок, исторически там пожарные, еще что-то, тоже очень интересно. На севере есть Тотьма еще, в Вологодской области. Вот Тотьма, говорят, великий Устюг, да. Ну, Устюг тоже, благодаря последнему 15-летнему пиару, что это... Ну, это, смотрите, это всегда как бы просто так не бывает. Дед Мороз? Нужна какая-то фишка, нужна... А у Тотьма как? Тотьма... Про Тотьму вообще никто, я думаю, не знает. Да, никто не знает. Как у них получилось? Я, честно, в самой Тотьме не был. Вот, обязательно надо посетить Тотьму. Но это классный пример того, как вот такой флагманом становится местный музей. То есть там местный музей, у него там порядка десяти зданий, различные объекты. Им кто-то дарит дома исторические, да, они их приобретают как в дар. И тратят на это либо грантовые деньги, которые привлекают по фондам, либо по каким-то госпрограммам. И создают там объекты показа. Тоже хороший пример. У нас, кстати, мы очень интересны тем, что у нас есть целый центр развития малых городов. Где? У нас в Тверской области. Да, и вот как раз те проекты, про которые мы говорили, там, в Калиазине, в Вышневолочке. Да, вот все проекты, которые были выиграны в рамках государственного проекта развития комфортной городской среды, они выиграны и за счет поддержки центра малых городов, который разрабатывал вот эту проектную документацию, которая была бесплатная для муниципальных образований. А вот к слову говоря, действительно в этом плане, а может быть можно создать центр разработки проекта документации как раз по тем историческим зданиям? Ну, еще раз говорю, ну нет у людей денег тупо. Он собственник, он может быть и душа у него болит. Ну, хорошим вариантом. Ему помогли бесплатно разработали, хорошо, а уж работа строители... Как новое направление работы. Ну, правда, на самом деле. Вопрос о собственности. Мы же не можем тратить деньги из бюджета на частную собственность. Только если это региональные деньги на объекты государственной собственности Тверской области. Здесь еще законодатель правовое регулирование начнет целевое расходование. Это проблема. Поэтому, в принципе, вот центр развития малых городов у нас есть. И может быть он занимается именно подготовкой проектной документации на грантовую поддержку с федеральным вот эти вот набережные, как общественное пространство, так грубо я назову ее, да, верно? А может быть еще одно направление как раз разработка проектов по реконструкции, да, или как вот восстановлению объектов культурного наследия, но это другое направление. И опять же, тогда вариант это региональное финансирование, но только для объектов, которые находятся в региональной собственности. Скажите, ну хорошо, мы все про исторические города. А что делать тем городам, которые, как ты сказал, в советское время только получили статус города, тем городам, где, ну, не женился там Александр Невский, и Баты там не проходил, и бомбы немецкие не падали, и Ленин там с кепкой не стоял на броневике, то есть, ну, нет достопримечательностей. Как им развиваться? Что, не перспективные закрытия? Им же тоже все-таки хочется, чтобы туристы как-то, набережные и так далее. Как вы видите развитие вот таких городов? Точно никого закрывать не надо. Хорошо. Мне кажется, да, закон системы расселения, он такой, что всего должно быть много и разного. Чем система разнообразнее, тем более она устойчивая. Как им развиваться? Молодежь должна быть в таких все-таки городах. Это у нас, кстати, большая проблема. Оно везде проблема, надо из Твери даже уезжать, что уж там говорить. А в маленьком городе, ну, тоже, ну, спада уважаемые. Я вот, кстати, один из тех, кто был противником закрытия в малых городах филиалов университетов. Ну, ведь, Марин, ты же знаешь, что там за обучение, краткий курс взлет, посадка 5. Нет, 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 я могу привести, когда у нас был филиал в Нелидово Тверского госуниверситета, это было очень достойное обучение, и молодежь оставалась, обучалась именно в этом филиале. Хорошо, я тебе спрошу, допустим, а оставалась ли она пустую, как получала тепло? Многие оставались. Оставалась. Ну, по крайней мере, мы даже уже то, что мы ее оставляли на вот этот период, 5 лет обучения, это тоже очень важно. Это 100%. Вот даже мы когда бываем в городах, да, там исследования проводят, нам все говорят, вот было хорошо, когда у нас был филиал в Оржеве, нам про это говорили, в Нелидово говорили. То есть у нас люди оставались, и многие, кто сегодня работает... И развивалась сразу... Да, прости, пожалуйста, социальная инфраструктура, но такая больше развлекательная. А молодежь хочет развлекательный, нормально. Конечно, да. Они их не окладываются, должны думать. А вообще таким малым городам, у которых нет такого, может быть, мощного, скажем так, исторического наследия, нужно искать какие-то собственные точки роста. Я вам приведу пример, есть интересный фильм такой, «Люди дело», посмотрите. Там не про город, а вообще про деревню, которая уже умирала, и появился энтузиаст, который сказал, буду делать школу шахмата. И сейчас вот в этой деревне там уже... А вы меня Остап Бендер зовут. Я забыла название муниципального образования. Вы знаете, смысл в том, что теперь в этой школе она уже обучает мастеров спорта по шахматам, которые приезжают туда учиться, и там международные проходят соревнования. Вот посмотрите, очень интересный фильм люди делают. Скоро вот «Дирижаполь» до Нью-Йорка летят, да? А что там говорить? Есть еще горнолыжная база, которую также создал один... Как же она называется? Вот что-то я забыла. Оренбургской области. Оренбургской области тоже энтузиаст, который создал горнолыжную. Он все пытался летать, одно, другое, только увлеченный. И тоже уже все население практически работает. Вокруг этой уже региональная власть поддержала. И так называемая социальная горнолыжная база, она уже соответствует всем стандартам безопасности. Сейчас вот развивается город небольшой. Так вот, может быть, как раз в этом и есть? То, что вот мы знаем все эти знаменитые, к примеру, альпийские курорты. Ну что это такое? Ну Шамани какой-нибудь, Гренобль. До деревни из покой веков была никому неизвестна. Теперь горнолыжный центр, все развивается и все, ах, ездят, ах, куршевель, к примеру. То есть, может быть, и в этом следует искать свое счастье, что называется, вот этим малым городам, которым не повезло там историческим наследием. То есть, например, чтобы придумывать какие-то там левые, что называется, исторические поводы, что, дескать, там сам Октяна Август мечтал об этом городе когда-то. Вот Александр Невский это проезжал, тоже про это думал, на самом деле, там не было. Или придумать там музеи, там, кочерги, ну тоже у меня такое несколько скептическое отношение, там, что это родина, я не знаю, там, Чудо-Юды. Хотя с музеями у нас есть хороший пример в Терской области. Да, я знаю, есть и в Твери даже музей козла популярен. Но все-таки, может быть, все-таки как-то посмотреть в будущее, развиваться предприятие может быть. Ну, конечно, не монстрометаллургии, а вот предприятие. Вот я поэтому вспоминаю Торжок, где развивается ремесленничество. Ну, Торжок, в этом плане, у него и предприятия известные в семье есть. И не только оно, есть еще маленькие предприятия. Не буду называть бренды, а то потом это как реклама, да. Но, тем не менее, вот мы сегодня... Ну, Торжок, да, мы уже обсудили. Я говорю про вот эти города, что может быть все это производство. Плюс вот хорошая тема, всевозможные спортивные объекты. Да, да, вот соревнования на САП, похож на волочке. Да, у нас это на чем угодно. То есть, может быть, в этом плане. Потому что молодежь, чтобы осталось, молодежь должна зарабатывать. Ну, понимаете, Роман, за каждым вот таким, чтобы появилось какое-то значимое событие знаковое. Или появился объект, где стоят люди. Поэтому надо, чтобы в этих муниципальных образованиях появлялись вот те люди, которые будут такими энтузиастами. Или которые смогут зажечь. А я вот вспомню Михайловское сельское поселение. Это, конечно, не город. Но какое-то время я там проживала. И когда рассказала жителям, что можно дорогу отремонтировать в рамках программы поддержки местных инициатив с 1980 года, никто не поверил. Когда мы выиграли первый проект, отремонтировали дорогу, уже без меня отремонтировали второй участок дороги, благоустроили Парк Победы, сделали общественное пространство. А сейчас еще открыли музей Гвоздарей, куда приезжают известные актеры. Электорий там проводят и открывают его. Потому что иногда нужно кому-то подсказать. Ну и хорошо, когда на территории есть лидеры. Тебя мэром не хотели избрать там? Там только, может быть, головой администрации, которая, кстати, сейчас опразднена, потому что Михайловское сельское поселение вошло в состав Калининского муниципального округа. Да нет, это общероссийская тенденция. У нас есть Конакову есть, да? Ну, Конакову тоже отдельная история. Благодаря ГРЭС и так далее, Конакову у нас... И Волга. То есть сегодня же ключевое значение для Конакову больше играет уже Волга. Ну, то, что Москва ряд. И Москва ряд, да. Ну, у нас есть классный пример не в Тверской области, но Дубно. Да ведь? Наукоград, который сегодня превращается... У нас есть классный пример в Тверской области Тургиново, который, я скоро думаю, станет... Я, кстати, знаете, не удивлюсь. У меня давно вопрос, почему у нас Калининский район вроде бы, ну, сейчас, округ, неважно, это отдельный муниципалитет, но его руководство сидит в другом муниципалитете, в Твери. Ну, это, в принципе, как-то... Представляете, у нас Путин бы сидел в Польше или в Финляндии. Вот. Я считаю, тут как раз нужно американский опыт использовать. Ну, вот у них даже. Вот штат Калифорния. Ну, Лос-Анджелес не столица же. Таких примеров полно, где, как по нашей русской привычке, ах, раз Пенсильвания, то там Питтсбург или Филадельфия. Нет. И т.д. и т.п. То есть, замечательный опыт. И я все время думал, ну, почему, правда, столицу Калининского района теперь округа не сделают где-то именно в районе? И Маус тот же самый. Ну, правда. Да нет. Все очень просто. Это институты. Как вы решать-то будете? Каждый раз будете из Тургиново или Мауса ездить? Все равно, вы все вопросы будете решать. Ну, это столичная рента. Это институты, так наши традиции. Ну, а как же Лихославль решает вопрос? Тоже всякий раз в Тверь ездит. Давайте тоже. Ну, понимаете? Ну, тут еще территориальное вот это, что рядом. Вокруг окружает. И Маус рядом, в принципе, Тверио. То есть, ты вроде бы... На самом деле, дайте вещи называть именами. Ну, не хочется мы из города переезжать. Не хочется. Но упомянул Тургиново, вот как оно развивается. Я не удивлюсь, правда, что на самом деле Тургиново сделает столицей Калининского округа. Ну, сам Бог велел. Вы же были все. Это, мне кажется, единственная деревня в Турской области, где асфальтированы дороги с разметкой. И т.д. и т.п. А какая школа шикарная? Там пожарное депо скоро. Я смотрела пока только фотографии. Красота. Я был. Шикарно все. Поэтому, знаете, я до сих пор удивляюсь, почему администрация не захотела перенуть тем более осеннее, но... Мне кажется, надо пойти от обратного администрацию в самую неразвитую часть, да, по развитию городской инфраструктуры муниципальной. А, они сейчас себя слушают. За что ж нас так, Марина? Как декабрист. Для того, чтобы быстрее развивался. Я согласен. Так об этом и речь. Я к чему-то и начал разговор на эту тему, что оно и развитие для муниципалитета будет. Что если там администрация, ну все, там дороги сделают для себя любимых, в том числе и школа, и так далее, Ну, так сложилось историческое. Ну, надо же переделать. На историческом много что сложилось, но тем не менее, если мы хотим, чтобы муниципалитет развивался, нужно, чтобы и чиновники там сидели, знаете, как управдом. Если он живет в том доме, который он управляет, то в доме горячая вода будет. Это однозначно. И тут та же история, и дороги будут, и так далее. Ну что ж, наш эфир подходит к концу. Скажите, в целом, вы вот по малым городам, то есть, ну, я вас так понимаю, вы позитивно смотрите на всю эту историю, что не придет им смерть окончательная? Ну, мне кажется, сейчас много про это говорят, что вот они там сокращаются. Ну да, ток населения. Ну, я приводил пример. У нас везде так. Торжок, Вашневолочок, Балагое. До какого-то момента, наверное, они и будут сжиматься, но они точно останутся. Главное, чтобы старение не шло с геометрической прогрессией. Ну, Марина, девушке из Вашневолочков хочется ходить в большую, красивую торговую цитату, называющуюся именами. В кинотеатр, стерео и так далее, и тому подобное. Ну, что уж там говорить. Молодежь. Ну, должна развиваться, конечно, инфраструктура, и все-таки, я думаю, какие-то образовательные центры. Мы говорили много вот про дуальное образование, там, такое вот вместе с предприятиями региона. Вот все-таки образовательные центры для молодежи в... Уж у нас не так их много. Вроде мы говорим, что их много, но если мы посмотрим после вот этого объединения, в кругах дожды какие-то создаваться. Негде учиться, все уезжают. Хотя бы... Мне кажется, сейчас еще такая тенденция интересная, что если раньше уезжали за высшим образованием, то сегодня уже начали уезжать за средним. То есть количество людей, которые в малых городах идут в 10-11 класс, их становится каждым годом все меньше и меньше. Все больше после 9-го уходят в колледжи. Ну, хотя в малых городах есть колледжи, есть колледжи, медицинские. Но не везде и качество. То есть все равно, да, из тех городов, где мы делали опрос, многие ребята уезжают в Тверь учиться. Ну, а вы делали опрос... А вы спрашивали, ребята, кто вернешься от учившихся? Нет, никто не... Да, спрашивали. Никто не хочет возвращаться. То есть это пока дорога в один конец. Вот. Ну, в первую очередь, конечно, в попытке себя самореализовать и того качества образования, которое сегодня есть на местах, не с точки зрения, может быть, даже педсостава, да, а с точки зрения, как это выглядит, да, как выглядит наше колледжи в малогородах. Ну, мне кажется, на многие без слез не взглянешь, к сожалению. Любое место учебы, это не только то знание, навыки, которые тебе прививают, это еще и среда. Среда. Да, хочется в современной среде учиться. Ну, что ж, наш эфир подошел к концу. Будем надеяться, что все эти программы, о которых ты говорил, что мы пилотные, будем наконец начнут реализовываться и действительно вдохнут жизнь в наши малые города, потому что, правда, грустно, что города схлопаются потихоньку. И, как мы говорили в начале эфира, а ведь города у нас в Тверской области повезло нам с историей, с большой историей. Не хочется, чтобы они превратились в дом престарелых, где останутся свои старшие поколения, а молодежь будет уезжать. Ну, для этого, конечно, как вы слышали, надо много чего сделать, и начиная с уровня, вот как Марина говорила, местных жителей, программы поддержки местных инициатив, когда люди жили, дорога плохая, а потом выясняется, а можно сделать. И заканчивая, конечно же, чиновниками, главами этих округов, городов и так далее. Ну, что ж, будем надеяться, что все все поймут и хоть что-то да сделают. Это была программа «Тема дня», процветание вашим малым городам. Спасибо, уважаемые гости. До новых встреч.